Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моего сегодняшнего выступления обозначена вот здесь. Выступающий обозначен вот он здесь. Речь сегодня пойдет о пандемиях, то есть о том, что происходит в мире. Переносить то, что вырисовывается в таких масштабах на отдельные страны, включая Российскую Теверацию, можно только с серьезными оговорками и с учетом личного опыта, но иметь в виду в любом случае не лишнее. Еще один момент, который надо оговорить заранее, это касается того, в какой мере. Если заинтересоваться, в какой мере физическая активность полезна в онкологическом смысле, можно выйти на большое число работ британских и не только британских ученых, из которых следует, что способность физической активности предотвращать онкологические проблемы не уступает, а по некоторым сторонам превосходит способность предотвращать картиологические проблемы. И тогда возникает вопрос, почему? Почему упражнения полезны на тренировке сердца и легких сосудистых систем? Это вроде бы понятно. Но почему они снижают риск злокачественных опылей практически всех локализаций? И степень снижения может доходить до двукратной. Ответ на этот вопрос важен не только для удовлетворения любопытства. Понимание здесь может служить серьезным стимулом для оргвыводов. Но вернемся к пандемиям. Вот так выглядит ситуация на конец марта 2021 года. Число умерших от новой инфекционной болезни достигло 2,5 миллионов. И если, скажем так, ситуация стабилизируется на достигнутом уровне, то вот этот треугольник превратится в квадрат, и за следующий год число смертей достигнет 5 миллионов. Если продолжится та же тенденция роста, то речь пойдет уже о примерно 10 миллионах смертей. И вот на таком фоне Всемирная организация здравоохранения сошла необходимым выступить вот с таким заявлением. Цитирую. По данным ВОЗ, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями отмечали с 122 из 160 стран мира, и в третьих странах европейского региона такие перебои полностью или частично затронули оказание онкологической помощи. Так, в Национальном центре онкологии в Кыргызстане показатели диагностики рака в апреле прошлого года сократились на 90%. А в Бельгии и Нидерландах, так сказать, другой конец спектра, во время первого этапа карантинных мер в 2020 году такое сокращение составило 30-40%. В СНК задержки в постановке диагноза и влечения в течение следующих 5 лет приведут по имеющим оттенкам к росту смертности от рака ободочной и прямой кишки на 15% и росту смертности от рака молочной железы на 9%. В масштабе всего мира от 9 до 10 миллионов человек ежегодно погибают и будут погибать в определенной долгой перспективе от онкологических заболеваний. Число новых ежегодно диагностированных случаев злокачественных опухолей примерно в 2 раза больше числа смертей от рака. То есть в количественном отношении рак превосходит и очень существенно и будет превосходить COVID-19 намного. Поэтому, если считать пандемией одно, то также следует квалифицировать и другое, хотя история онкопандемии значительно более длительная. Разумеется, между двумя пандемиями есть и другие принципиальные различия. В частности, срок от диагноза до смерти онкологических больных составляет несколько лет, а при COVID-19 – 2-3 недели. Это значит, что в случае COVID-19 меры по снижению заболеваемости или смертности должны дать эффект уже в год начала их осуществления, а в случае онкологических проблем – спустя несколько лет. Но значит ли это, что имеющиеся, как всегда, ограниченные ресурсы и внимание надо переориентировать с онкологией на ковидологию? Ну, допустим, действительно, в таком случае смертность ковид и обусловленная этим заболеванием нагрузка на здравоохранение действительно снизится. Но если это произойдет, как следует из заявления ВОЗ, за счет последующего роста смертности и нагрузки с другими заболеваниями, в том числе онкологическими, в какой мере оправданы такие издержки? Существуют ли обстоятельства или меры, которые могут сказываться однонаправленно и на ковид-19, и на онкозаболеваемости? Если такие существуют, то повышенное внимание именно к ним может не только способствовать облегчению текущего времени от вируса SARS-CoV-2, но и быть полезным в более длительной перспективе в связи с проблемами онкологическими и, как будет видно, не только и ними. Среди обстоятельств, подсказывающих меры, способные помочь противодействовать обеим педемиям, ковид и онкологическая, обращают на себя внимание сходство между COVID-19 и самыми разными онкологическими заболеваниями в зависимости от смертности от больных от возраста. Во всех случаях смертность растет по экспоненте. Вот тут показано, как это происходит для всех опухолей. График дан в полуэльфмической шкале, что делает зависимость линейной, с ней удобнее работать. Вот так по отдельным локализациям. Ну, тут могут быть разные варианты, но все они в конечном счете складываются вот в такую зависимость смертности от возраста в период от 20 до примерно 70 лет. Она линейна в полуэльфмической шкале. Точно так же выглядит зависимость логарифма смертности от возраста. Угол наклона может квалифицировать как скорость старения. И вот когда в странах более других пострадавших поначалу от ковида набралось достаточно данных по смертности, это Италия и Испания, анализ этих данных показал, что смертность, а летальность зависит от возраста точно так же, с тем же периодом довоения, как и общая смертность. Вот здесь данные по Швеции, по общей смертности, здесь по Италии, но здесь на разных этапах пандемии для Испании и Италии кривые, как видно, параллельные. Вот здесь показаны аналогичные результаты для Голландии спустя полгода. Почему Голландия? Потому что там очень подробная и качественная статистика в сравнении с другими странами. И тоже видно, что в полулагарифмической шкале зависимость летальности от возраста линейность в периодом довоения, вот здесь в данном случае, около пяти лет, а зависимость общей смертности, вру, значит, слева от возраста в полулагарифмической шкале тоже линейна, а зависимость летальности от возраста период удвоения почти точно совпадает с периодом удвоения общей смертности в той же самой стране Голландии. Но это не означает, разумеется, что лучшим способом нагрузки на здравоохранение, создаваемое как вирусом SARS-CoV-2, так и злокачественным образованием, должно быть снижение продолжительности жизни. Это означает, что риск тяжелого течения ковид и смертности от рака может снижать теми же способами, которые препятствуют возрастному увеличению заболеваемости от смертности от всех причин, в том числе онкологических. Значит, здесь, вот смотрите, известно, что риск тяжелого течения ковид повышается наличием других заболеваний, включая онкологические, распространенность которых зависит от возраста. Вот как повышается с возрастом заболеваемость гипертонии, нарушение липидного обмена, диабетом, сердечно-сосудистых заболеваний, ну и хронических легочных заболеваний. То есть, если сравнить людей одного возраста, то риск тяжелого течения ковид повышается в первую очередь гипертонии, диабет типа 2, ожирение, заболевание сердца и их общие факторы патокинеза, в том числе гипергликемия, которая повышает риск ковид даже в отсутствии названных диагнозов. И вот вопрос. Если в каком-то определенном возрасте риск ковид при наличии гипертонии выше, чем в отсутствии, почему надо считать, что повышение риска ковид с увеличением возраста обусловлено именно возрастом как таковым, а не связанным с тем ростом числа гипертоников? Вот из этого рисунка, вот в левом верхнем, в лево-верхней части, видно, что это светлое поле, что в возрасте 60-65 лет доля людей, у которых отсутствуют вот эти общепризнанные факторы риска ковид, достигает 30%. И то есть, если у вас 65 лет нет ни гипертонии, ни других факторов риска ковид-19, то вероятность госпитализации и смерти ниже, чем, скажем, в возрасте 40 лет при наличии одного или нескольких факторов сразу вместе. Проведу исследование, где при оценке связи между возрастом и вероятностью госпитализации и смерти из-за ковид-19 были введены поправки на вклад независимых факторов риска ковид, включая гипертония, ожирение, гиперкликемия и так далее. И оказалось, что смертность от возраста как такового вообще не зависит. Она связана только с возрастанием числа вот таких явных факторов риска ковида. То есть, решения по ковид без учета геронтологических сторон поднимений могут не быть во многом опрометчивыми. Но геронтологическая сторона сама содержит некоторые подводные камни. Несколько лет назад в геронтологии возникло влиятельное течение под названием геросайнс. По-русски название этой, я бы сказал, что секты можно обозначить как героннаука, да, вот мало геронтологии, еще есть теперь еще героведение, да, или даже дряхловедение. Сторонники этих взглядов поклоняются идее, согласно которой старение является болезнью, которую можно лечить лекарствами. Основанием для этой идеи стали эксперименты с животными, продолжительность жизни которых удалось увеличить определенными препаратами. Таких препаратов сейчас на самом деле известно, ну не знаю, несколько сотен веществ, которые в разных видов животных, в разных экспериментальных условиях способны увеличить продолжительность жизни. Во всей этой вот массе выделено такое ядро, да, которое именуется геропротекторами. Это метформин, ресвератрол, фамицин, спермидин, сульфорофан, рибозит, тикотинамида, аспирин, мелатонин. Ну там некоторые производные эти препараты. Метформин – это антидиабетический бигуанит, ресвератрол – это полифенол, содержащийся, как известно, в красном вине. На самом деле многие полифенолы тоже рассматриваются как геропротекторы. Спермидин – полиамин, который содержит со многих продуктов питания, сульфорофан из группы и тецианатов содержится в особо больших количествах, крестоцветных, в том числе в брюссельской капусте, ну и так далее. Действия этих препаратов на организм изучаются подробнейшим образом, в надежде усовершенствовать их до того, чтобы прекратить старение вообще. Это не шутка. Но независимо от достижимости этой цели, такие исследования оказались очень полезными в плане выяснения многих важнейших сторон жизнедеятельности клеток и организмов. В результате оказалось, что конкретные молекулярные мишени действия георопротекторов находятся на путях передачи сигналов от сенсоров дефицита ресурсов, нужных для жизнедеятельности, на механизм распределения ресурсов организма между самовоспроизведением и самосохранением. Сейчас нет смысла проходить по всем пунктам, которые обозначены на этой схеме. Здесь красными стрелками обозначены воздействия перечисленных так называемых георопротекторов. Действуют они на узловые точки, между которыми проставлены голубыми стрелками линии, которые показывают, как происходит передача сигналов от сенсоров доступности ресурсов на конечные эффекторы тех изменений, которые происходят в организме. но есть смысл в том, что обозначить некоторые общебиологические моменты и иметь в виду и дальше. Итак, дефицит ресурсов, возникающих при недостатке питательных веществ, всегда приводит к увеличению содержания окисленной формы никотинамид одиннодинуклеотида в клетках, затронутых таким дефицитом. А при усилении расходования ресурсов на исполнении каких-либо функций всегда увеличивается содержание аденозин монофосфата. Ресурсы организма в таких случаях перераспределяются на то, чтобы пережить период дефицита и на поиски добычи недостающих ресурсов. То есть усиливаются функции по самосохранению, в том числе по защите от инфекций и по исправлению возникающих в организме повреждений, приводящих к старению. И это происходит за счет отвлечения ресурсов от роста и размножения. А опухолевый рост как раз и является патологическим вариантом реализации заложенной в любой живой системе приоритетной установки на рост и пролиферацию. Надо обратить внимание еще и на то, что вот эта система отношений сложилась в эволюции в условиях, когда получение ресурсов было невозможно без физических усилий на их поиски и добычи. И настроена она соответственно именно таким условиям, а не той противостесной ситуации, в которой оказались мыши в вивариях или люди на высокооплачиваемой офисной работе. Между тем, современное общество поражено еще одной бедой, которую квалифицируют как пандемию, и это гипокинезия. По расчетам во всем мире она является причиной примерно 5-6 миллионов ежегодных случаев преждевременной смерти, в том числе онкологических. И ситуация в последнее время только усугубилась пандемией. Теперь, чтобы двигаться дальше, надо определиться с тем, как принято оценивать уровень гипокинезии. Это позволит далее говорить не просто о том, что лучше или хуже, больше и меньше, но и о том, насколько оно больше, то есть определять не только, что как и почему, но еще и сколько и почем оно. Для количественной оценки физической активности сейчас используют показатель метаболический эквивалент задания, ну или может быть нагрузки. По-английски это metabolic equivalent of task или MET. Это количество энергии, расходуемой на килограмм массы тела за единицу времени. Относительно стандартной величины расход в полном покое и в сидячем положении. Один метод, примерно 3,5 миллилитра потребляемого кислорода, один килограмм веса тела в минуту или одна килокалория на грамм веса тела в час. Количество физической активности определяется в MIT-часах и для этого выясняют путем опроса время, отводимое респондентами на разные виды деятельности. Существуют очень подробные таблицы, где разные виды деятельности от бытовой, рабочей до развлекательной и спортивной. Кажем, такой вид деятельности ставится в соответствии определенный уровень MIT в часах и каждый при желании может определить таким образом, насколько его образ жизни соответствует рекомендациям ВОЗ по физической активности, по физической активности, а это 7,5-15 MIT-часов в неделю. Теперь посмотрим, как это все выглядит в проекции на эпидемию COVID. Связи между максимальной способностью к аэробным нагрузкам, определенной доинфицированием вирусом SARS-CoV-2 и госпитализацией из COVID-19 можно судить, например, по результатам исследований на пациентах, которые с начала 2016 года по началу 2020 года проходили тестирование по разным показаниям на способность удерживать физическую нагрузку. Это делалось путем пациента вставили на беговую дорожку и запускали ее до изнеможения. Количество физической активности до изнеможения оценивалось в тех самых медчасах. Из числа пациентов, казавшихся позитивными по SARS-CoV-2, треть была госпитализирована. Определенная ранее способность удерживать физические нагрузки была значительно ниже у госпитализированных, чем у негоспитализированных. А вот на этом рисунке видно, что при медчасах, значит, при максимальной физической подготовке вероятность быть госпитализированным ниже, чем при минимальной, значит, вот среди тех людей, которые проходили обследования. Еще одна работа, в которой просто проводили опрос о том, как часто люди занимаются, ну, не знаю, там, тренировками, силовыми, силовыми тренировками, и оказалось, что вот это, значит, референтное значение, когда вообще не занимаются. А самые лучшие результаты получены у тех, в наибольшей степени снижен риск госпитализации из-за COVID-19 у тех, кто занимался не реже трех раз в неделю. В чем, вот смотри, здесь еще идет о аэробных нагрузках, а здесь о силовых. И те, и другие, независимо от других, оказывают позитивное влияние. Теперь, что у нас с онкологией в этом отношении. Вот работа, где определяли зависимость смертности от всех причин, от кардиологических причин и от онкологических причин, зависимость, опять же, от степени соблюдения рекомендаций по физической активности. Несоблюдение – это контроль, максимальный уровень соблюдения – это правые точки. И видно, что самые явственные результаты, которые, на самом деле, по достоверности и по уровню превосходят то, что можно видеть в случае кардиологических проблем, наблюдаются по онкологическим проблемам. Так, еще одно исследование. Здесь исследовали смертность от рака у людей, которые были разделены на группы с хорошей физической подготовкой, скажем так, аэробной, и с плохой. видно, что при хорошей физической подготовке аэробной смертность ниже. Причем, если эту группу разбить на уровне по мышечной массе, силе, то есть, это уже силовая физическая подготовка, опять же, максимальный эффект наблюдается у тех, у кого наибольшая мышечная сила. Опять мы видим, что независимо друг от друга действует положительным образом, и аэробная физическая подготовка, и силовая физическая подготовка. И эффект достигает, не знаю, в общем, на самом деле, на 50% снижение происходит при максимальном уровне, разумном уровне физической подготовки относительно тех, кто пренебрегает этой мерой. Так, здесь показаны примерно те же результаты. Значит, чем отличается левый столбец от правого, в левом определяли физическую активность до начала отслеживания когорты один раз, справа после этого несколько раз еще повторяли оценку. Дело в том, что при диагнозе может меняться образ жизни, и это не учитывается слева, а справа это учитывается. И вот при таком правильном учете видно, что смертность от рака снижается на всем диапазоне повышения физической активности. в отличие от смертности от сердечно-сосудистой болезни, где сначала происходит снижение, затем уже дальше лучше не становится. Красным столбиком показывают эти рекомендации ВОЗ. То есть, на самом деле, многократное превышение рекомендаций ВОЗ по физической нагрузке улучшает показатели по онкологической смертности. еще одна работа. Ну, вот это вот, можно сказать, вершина всей этой истории. Значит, статья была опубликована в 2019 году. В ней проанализированы данные, полученные в проспективных исследованиях на 9 когортах и определены соотношения рисков 15 видов рака для различных уровней физической активности по медчасам в неделю. Значит, вот эти вот 7,5-15 медчасов в неделю здесь везде обозначены серыми столбиками. Всего под наблюдением было 750 тысяч человек, из них половина женщины в возрасте от 30 до 90 лет. Их отслеживали в течение около 10 лет. За это время опухоли были выявлены примерно в 50 тысяч случаев. Физическая активность, как оказалось, снижает в разной степени риск ополи и практически всех локализаций. Поправки на индекс массы тела сводят на нет такие корреляции для рака эндометрия и не влияют на все остальные. В анализ здесь не включены меланомы и рак простаты. Из других публикаций следует, что физическая активность повышает риск меланомы, но это в значительной степени связано с тем, что физическая активность осуществляется на открытом воздухе. инсталляция и всякое прочее. И она по меньшей мере не снижает или слабо, но все же повышает в зависимости от форм физической активности и других обстоятельств риск рака простаты. Но далее будет показано, что физические нагрузки улучают результаты лечения уже диагностированного рака простаты. И вот еще одна демонстрация. Здесь у нас сравнивались смертность от всех причин, от кардиососудистых заболеваний, от рака и от хронических лёгочных заболеваний. Физическая активность недостаточна, не соответствует рекомендациям ВОЗ. Здесь только силовые нагрузки, здесь аэробные, здесь и те, и другие. Видно, что сочетание аэробных и силовых нагрузок дает наилучшие результаты. До 40% снижается смертность, причем и от сердечно-сосудистых и онкологических причин примерно одинаково. Но такие вот данные и многие другие не прошли естественно незамеченным. вот рекомендации ВОЗ. Они доступны, они есть, по-моему, на русском языке тоже. В общем, от 7,5 до 15 часов в неделю надо добирать для того, чтобы быть более-менее здоровым. это примерно до 300 минут в неделю легкой физической нагрузки, до 150 минут в неделю сильный бег, спортивные игры и так далее, ну и желательно не реже двух раз в неделю силовых упражнений. И вот если бы сейчас передо мной была реальная аудитория, я бы просил поднять руки тех, кто соблюдает эти рекомендации, то, ну, не знаю, едва ли больше половины эти руки бы подняли. Ну, а если посмотреть вот не на аудиторию гипотетическую, а на то, что происходит в мире, то вот карта распределения соответствия рекомендаций ВОЗ по физической активности в разных странах. Самая светлая, там, где физическая активность соблюдается, не соблюдается не более чем 20% населения, но и вот самые темные, да, там, значит, больше 50% населения рекомендации ВОЗ по физической активности не соблюдают. Статья опубликована в ВАНСЭТе. Я, честно говоря, вот просто не знаю, как они, откуда они брали данных для оценки физической активности населения Российской Федерации, но раз ВАНСЭТе напечатано, в общем, наверное, верить можно. Ну и тут надо еще сказать, что, наверное, речь идет не о физической активности в свободное время, а именно о суммарной физической активности, то есть это и ходьба, и работа, и прочее, прочее. Ну и теперь можно попробовать сравнить эту карту с тем, что известно о заболеваемости и смертности от ковида, и видно, что максимально это на сейчас Бразилии, да, там самая, на самом деле, низкая физическая активность населения, Соединенные Штаты, да, то есть, в общем, вот грубая такая корреляция на самом деле существует даже в таком глобальном масштабе. вот так выглядят результаты исследования распределения численности населения европейской страны, то ли, не помню, Голландия, то ли Германия, не помню, по физической активности. Столбиком выделены рекомендации ВОЗ, ну и видно, вот площадь слева от столбика, площадь справа от столбика, ну как минимум 50% населения не соблюдают рекомендации по физической активности, ну а многие вообще, вообще никак не соблюдают. Так, а вот что случилось в период пандемии. Здесь красные, здесь черные столбики показывают изменения физической активности, причем столбики направлены вверх, но на самом деле они показывают снижение физической активности, и видно, что более всего в этом отношении пострадала как раз эта группа населения старше 60 лет, на которой свалилось самые тяжелые последствия противоэпидемических мер, то есть самоизоляция, сидение дома и так далее и подобное, и которая на самом деле больше всего на самом деле и выигрывала бы от сохранения привычного уровня физической активности, который так у них в общем-то ниже, чем хотелось бы. И вот значит в литературе в этом году стали во множестве появляться вот такие заявления. Нашей обязанностью во времена COVID-19 является помощь людям в осознании важности физической активности и упражнений. Создаем установку на превращение упражнений в стандарт онкологической практики. Вот значит в статье, название которой можно перевести как указание по физической активности и упражнениям для онкологических пациентов зачем кому и когда это нужно сказано буквально следующее. Результаты введения онкологических больных можно улучшать сразу, если все участники этого процесса будут способствовать соблюдению международной рекомендации по физической активности больными и поощрять их к этому как можно раньше и чаще. А как можно раньше означает сразу после диагноза и уже в период подготовки к лечению, то есть в таком неодевантном режиме. Ориентиры все в этом все те же, как и рекомендуется всем. силовых нагрузок дважды в неделю. Кто значит перед в период наодевантного лечения соблюдает это очень мало народа. Так, однако здесь оговорки. Предписываю порождение мы, чтобы делать это обоснованно должны определить почему порождение влияет на риск рака. И это уже наши отечественные авторы еще в 2012 году авторы с юга России писали, что никакие организационные мероприятия научные исследования не увенчаются успехом, если человек не знает о своих личных рисках, не понимает значения внешних и внутренних концертных угроз и не умеет их избежать. Но вот эти вот для разных категорий населения мотивационные факторы могут быть разными и для специалистов особое значение может иметь фактор понимания, что, как и почему. Важно знать не только количество и соотношение между действием и результатом, но и почему, и как действие приводят к результату. Почему спортивные упражнения облегчают сердечно-сосудистые проблемы, повышают боеготовность, отвлекают от политики. Это все кажется понятным. Но почему тут может быть рак печи, дельмфомы, миелоидная ликемия? Это уже не так понятно. Но активно исследуется. Вот так выглядит рост числа публикаций по физической активности и в связи с онкологическими проблемами, если набрать в известном ресурсе подмет в поиском запросе Physical Activity and Cancer. Число публикаций к настоящему времени достигло 12 тысяч, и только в 2020 году было опубликовано полторы тысячи статей на эту тему. Внизу для сравнения приведено то, что сейчас есть по ковиду и физической активности, но да, уже тоже начнут почти тысячи публикаций на эту тему можно найти. Во многом эти исследования проводились на лабораторных животных. Крысок помещали в клетки с беличным колесом, и там, где это беличное колесо было, и крысы бегали в свое удовольствие, выход опухоли у них снижался на 20-30%. Это более серьезный результат, чем тот, который можно получить в экспериментах по введению фитформина, фенформина, метформина, там, рапомицина и других препаратов, которые квалифицируются как герпротекторы, и еще удивительно, потому что, как видно, вот из той схемы, которая была показана выше, все эти герпротекторы воспроизводят только часть тех эффектов, которые вызывают двигательную активность, и причем часть еще так-то кривой, и перекушена. На самом деле, сейчас по отдельным аспектам этой тематики объем литературы стал достаточным для метаанализа, позволяющего с использованием стандартных методик выявлять общую устойчивую тенденцию в самых разнородных данных. Вот одну из таких сторон представляет эксперимент по влиянию сыворотки крови, взятой после физической нагрузок людей на опухолевые клетки в культуре. Анализ таких исследований показал, что при замене сыворотки, полученной до физических упражнений и на полученную после их выполнения, пролиферация опухолевых клеток снижалась в среднем на 10% при всех различиях между донорами, режимами нагрузок, тез-культурами клеток и так далее. То есть в отдельных случаях на самом деле эффект был гораздо более сильным и практически все исследования, взятые в анализ, были выполнены на клетках красном молочной железы и простаты при меньшей представленности к красному легких. Ну и разумеется, не были обойдены вниманием возможные факторы, которые накапливаются в сыворотке крови после упражнений и механизма их влияния на опухоли. И вот во множестве стали появляться вот такие вот схемы, да, значит, все эти факторы пытаются перевести в порядок. И из числа основных факторов влияния мышц на опухоли отмечены продуцируемыми мышцами во время нагрузки интерлекина 6,8, остонектин, анкостатин М, фактор некроза опухоли, может быть, еще некоторые, и все они известны способностью подавлять опухолевый рост в экспериментах с их очищенными препаратами, и кроме того, они могут оказывать системные действия на организм, способствующий его противоопухолевым функциям, включая реализуемые иммунные системы. Вот так вот, значит, опять же, изображают последствия мышечной активности и доращивания мышечной массы на иммунную систему. Опять же, не будем вдаваться в подробности. Вот еще вопрос, может ли физическая активность облегчать последствия старения иммунной системы таким образом, облегчать, связанные с возрастом, множественную патологию. Может. И вот эти все сложные схемы можно свести к одной и более простой. Физическая активность вызывает метаболические, эндокринные, психологические, иммунологические эффекты, которые там взаимодействуют между собой, и все они однозначно действуют на риск развития опухолевых заболеваний и на результаты лечения. Все они действуют каким-то таким загадочным путем, благоприятным образом. Вот для того, чтобы в этой загадке разобраться, ну хотя бы отчасти, посмотрим, как выглядит ситуация в плане метаболическом. Значит, здесь в верхнем левом углу показана зависимость вероятности риска смерти от рака от глюкозы в крови натощак. Видно, что рост начинается задолго до достижения диабетического уровня, и, в общем-то, рост получается экспоненциальный. Дальше, значит, давайте так рассуждать. Основной вклад в общую чувствительность организма к инсулину, благодаря которой поддерживается толерантность к глюкозе, вносят мышцы. Действительно, избыток глюкозы в крови, возникающий при поступлении углеводов с пищей, удаляется в усиленном действии инсулина упаковкой молекулы глюкозы в гликоген, а важнейшим депо гликогена являются именно мышцы. Хотя содержание гликогена в мышцах меньше, чем в печени, общая мышечная масса значительно больше. В мышце гликоген расходуется для их включения в работу, которая далее переходит на обеспечение жирными кислотами. В неработающих мышцах емкость для новых запасов гликогена снижена и, соответственно, при поступлении глюкозы в организм ее больше остается в крови. Избыток глюкозы в крови стимулирует секрет инсулина, что приводит к стимуляции проферативной активности клеток, а значит эпоху опухолевого роста. Кроме того, инсулин стимулирует запасание жирных кислот в форме триглицеридов жировой ткани. Доступность жирных кислот для синтеза триглицеридов повышается при снижении физической активности. Усиление сиркуляции либопротеинов низкой и очень низкой плотности между жировой тканью печени, а также сниженное потребление мышцами жирных кислот, которые освобождаются из либопротеинов, сопровождаются гиперлепидемией. Жировая ткань является источником сиркуляторных факторов адипокинов. И основная роль вообще состоит в регуляции баланса между поступлением пищи и усвоением, запасанием и расходованием, а основными мишенями являются соответственность печени, сама жировая ткань, поджелудчивость для кишечника и гипоталамический центр регуляции этих органов и все же мышцы. В частности, секретируемые микрофаговыми жировой тканью фактором некрозоопухоли вызывает снижение мышечной массы вплоть до саркопении, которая развивается и при старении, и у опухолевых больных. И, кстати, на сочетание нарушенной толерантности глюкозы с гиперлинсумией, гиперлипидемией и сниженным клеточным иммунитетом как на фактор повышенного риска опухолевых заболеваний впервые, это на самом деле начало 1650-х годов, обратил внимание руководитель лаборатории эндокринологии и не онкологии имени профессора Петрова, Владимир Рюхаж-Дильванов предложена им концепция конкрофилии. Эта концепция, которая включает в себя понятие о метаболическом депрессии, во многом пересекается с получившим много позже широкое распространение гипертензия и гидролизованное вялотекущее воспаление. Эрот-синдром рассматривается как существенный фактор онкологических заболеваний и тяжелого течения COVID-19. Что здесь можно видеть на этой схеме? Одна из гипотез, по которой глюкоза в ее нормальной циклической форме может способствовать лобфлюмурозу состоит в том, что она является фактором отбора предраковых клеток на злокачественность. Злокачественность характеризуется тем, что называется эффектом Варбурга, то есть усилением глюколиза даже в анаэробных условиях. Благодаря этому глюкоза окисляется не до углекислого газа и воды, а до промежуточных продуктов, которые можно использовать для роста и пролиферации. И потребление глюкозы при этом увеличивается. Поэтому повышенный уровень глюкозы является более всего благоприятствует опухолевым клеткам и таким образом он является фактором отбора разных вариантов предопухолевых клеток на наиболее злокачественные. А сама генерация разнообразия генетического и фенотипического связана с тем, что линейная карбонильная форма глюкозы может связываться с аминогруппами белков и гистонов и таким образом повреждать и белки, и гистоны. Тем самым генерируется та самая генетическая вариабельность, которая служит материалом для отбора клеток на злокачественность. Ну и кроме того, глюкозы оказывают системные эффекты, в частности, повышают уровень инсулина, об этом уже говорилось, повышают уровень липидов и тем самым снижает эффективность иммунологического надзора. Как виды физической активности снижают риск онкологических проблем столь многими путями, что возникает вопрос опять же, как получается, что все эти пути оказываются в рассматриваемом контексте онкологическом направленными? Такое совпадение перестает выглядеть случайным, если применять внимание еще общебиологические обстоятельства, о которых уже речь шла выше. Значит, ну это настолько важно, что стоит повторить. Итак, баланс в распределении ресурсов любых живых систем от отдельных клеток до многоклеточных организмов между самовоспроизведением, частным патологическим проявлением, которое является опухолевой рост, и самообслуживанием, обеспечивающим достаточно длительное существование для накопления ресурсов необходимого или нормального самовоспроизведения, лежит в основе существования любых форм жизни. Одноклеточные предки многоклеточных существовали лишь постольку, поскольку их постоянно гибель компенсировалась размножением, в которое вкладывались все доступные ресурсы. При недостатке ресурсов активировались молекулярные механизмы переключения, использование ресурсов с немедленного вложения в пролиферацию на механизмы защиты от внешних и внутренних источников повреждения, что позволяло достаточно долго сохраняться для накопления ресурсов, нужных для размножения или для ушей найти такие ресурсы. И вот эти внутриклеточные молекулярные механизмы, мы их видели выше на схеме, унаследованы многоклеточными, именно на их основе возникли гормональные метаболические способы регуляции взаимоотношений между органами и тканями, которые опять же организованы в соответствии с той же логикой, только ресурсы надо распределять не между органеллами клеток, но еще и между органами и тканями организма. Повышение двигательной активности исходно происходило при снижении доступности ресурсов, которые приводят к необходимости в их поисках и добыче или при иных неблагоприятных условиях, которые надо было избегать. В таких условиях можно отнести связанные с опасностью инфекции и необходимость активации иммунной защиты, которая, как иначе является весьма ресурсоемкой функцией. В таких случаях до обеспечения физической активности или иммунной защиты переключались в ресурсы организма, которые в более благоприятных условиях использовали бы на рост и размножение, в том числе на рост опухоли, если они уж возникали. И эти же базовые биологические механизмы срабатывают, когда усиление двигательной активности приводит к подавлению пролиферативных процессов в опухолях и к активации противоопуховой защиты и противовирусной защиты, кстати сказать, тоже. В целом, снижение риска онкологических проблем происходит на всем диапазоне повышения физической активности. Возможно, что по мере дифференциации между специфическими факторами риска тех или иных опухолей и физическую активность и рекомендации по физической активности следует дифференцировать, но в отсутствии таких оснований ответ на вопрос, существует ли уровень физической активности, который превышать не следует, будет отрицательным. Хоть что-то полезнее, чем ничего, и чем больше, тем лучше. Повышение риска простаты не преобладает над снижением суммарного риска всех других опухолей, а подозрение, что физическая активность может достигать уровень отрицательно сказывавшихся на иммунитете оказались необоснованными. Разумеется, может дойти до того, что будет нанесен суммарный вред здоровью, но в реальной жизни это едва ли достижимо. Вероятность смерти от разных причин, на точь и онкологических, у элитных спортсменов в любом возрасте ниже, чем в общей популяции, хотя кумулятивная смерть, вероятность смерти в конечном счете все равно достигает единицы усилы. Если сравнивать физическую активность с ее имитаторами, относительно которых, то есть это вот те самые геропротекторы, которые часто относят к имитаторам, их часто называют имитаторами ограничения калорийности питания и даже имитаторами фармакологическими физической активностями. Если сравнивать реальную физическую активность с ее имитаторами, относительно которых уже есть количественные оценки, полученные на человеческие популяции, то обнаруживаются следующие. Хорошо исследовано влияние метформина на диабетиков Так вот, у диабетиков риск возникновения любых опухолей при приеме ферфамина снижается на 15% относительно непринимающих И надо заметить, что данные подделены локализациям противоречиво, а оснований для выводов об общей популяции пока еще недостаточно Равно как и для рекомендаций принимать метформина в отсутствие диабета Более обоснованные и сопряженные с меньшими противопоказаниями рекомендации принимать в профилактических целях для предотвращения сердечно-сосудистых проблем низкие дозы аспирина Онкологическая статистика по этому поводу тоже есть Аспирин квалифицируется некоторыми энтузиастами как имитатор ограничения калорийности питания А в плане сопоставления физической активности с аспирином важно отметить противовоспалительное действие физической активности При том, что аспирин относит к числу нестероидных противовоспалительных средств И именно эти его эффекты связывают с противоопухолевой активностью Так вот, эта противоопухолевая активность сводится к снижению всех опухолей Даже не всех Для новообразования ручного чешного тракта на 15-25% Опять же, мы видели, что физическая активность, на самом деле, в этом отношении гораздо более эффективна Так, теперь это то, что касается предупреждения Теперь, что касается лечения, да, ну, естественно, не радикального, а в такой неадъювантной или адъювантной форме Вот здесь, значит, на голубой рамкой обведены последствия в смысле смертности у больных, которые пережили лечение Больных с раком молочной железы Физическая активность сравнивала, значит, и пунктирными линиями показаны контрольные значения Без введения физической активности в неадъювантную подготовку Или в схему лечения после собственного лечения рака молочной железы И видно, что в случае рака молочной железы, в общем, смертность снижается Но самый-то большой эффект наблюдается при всех остальных опухлях, кроме рака молочной железы Вот как он выглядит, да? Так, еще одна картинка Это уже не картинка, это уже примерно то же самое, но только в табличной форме И видно, что после лечения смертность, связанная непосредственно с опухлями, снижается физической активностью до 30% В случае рака молочной железы и ободочной кишки И, кстати, простаты тоже, хотя физическая активность как фактор снижения риска рака простат оказывается неэффективной Ну и, кроме того, физическая активность благоприятного уровня сказывается на смертности от всех причин, не только связанных непосредственно с опухолями Ну и, кроме того, важно понимать, что кроме снижения просто смертности Физические упражнения улучшают качество жизни пациентов То есть, улучшают, снимают слабость, улучают настроение и так далее И лучшие результаты, как показывают исследования, дают занятия 3-5 раз в неделю Причем короткие, интенсивные серии упражнений лучше длинных и слабых И делается вывод, что упражнения должны быть включены в стандартную схему одевантного лечения Но здесь возникает проблема мотивации больных и врачей к тому, чтобы именно так и поступать Вот здесь на этот счет тоже есть специальные исследования Здесь голубой рамкой обведены результаты исследования, где проверялось, насколько следуют рекомендации по физической активности больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями Вот видно, что они практически все следуют справа от среднего по всем исследованиям А это вот слева, столько исследований проведено на эту тему А вот у больных раком есть случаи, когда просто явно люди отказываются соблюдать Либо отказываются, либо не могут соблюдать рекомендации по физической активности, которые вводятся в схему лечения Ну и как с этим бороться? Ну, во-первых, чистая, что называется, пропаганда Вот, скажем, в журнале British Journal of Sports Medicine, британский журнал спортивной медицины Вот такие вот публикуются плакаты, где показаны, как и что тут надо делать Все красочно, все наглядно, и все это можно, скажем, вывешивать в коридорах, в палатах и прочее Это на сайте, на многочисленных англоязычных сайтах можно видеть вот такие рекомендации Вот, значит, занимаетесь спортом, и у вас риск онкологических проблем снизится на столько-то, на столько-то процентов Но тут есть еще одно дело Для того, чтобы обеспечивать достаточную физическую активность у онкологических больных Требуются средства Потому что, ну, скажем так, для профилактики, да, каждый решает для себя, каждый покупает для себя, там, тренажеры, там, еще там что-то ходит, там, спортивный, фитнес-клуб и так далее А что делать онкологическим больным в клинике, где просто нет тех условий, да, до хотя бы отдельного помещения, снабженного каким-то количеством элементарного тренажера Для того, чтобы выполнять те самые рекомендации по физической активности, которые, может быть, им рекомендуют То есть, на самом деле, тут есть еще и финансовая сторона И оправданность таких мер в профилактическом плане определяется тем, что вложение при этом больше части личное, и каждый решает за себя А в терапевтическом плане есть данные о том, что включение лечебной физкультуры в комплекс терапевтических мер при сердечно-сосудистых заболеваниях оправдано сокращением времени пребывания в стационаре Но имеющихся данных пока еще недостаточно для обоснованных выводов такого рода в онкологии Да, физические нагрузки входят по умолчанию в то, что изданно квалифицируется как лечебная физкультура, которая, в свою очередь, является комплексом Частью комплекса мер по реабилитации, которые включают психологическую поддержку, диету Но при этом акценты могут расставляться по-разному Психологическая поддержка может предусматривать или не предусматривать в приоритетном порядке усиление мотивации к преодолению физических ограничений, возникающих вследствие болезни или ее лечения И мотивация к переходу на, возможно, более физически активный образ жизни, который сам по себе улучшает психологическое состояние Комплексы лечебной физкультуры разрабатываются в первую очередь для преодоления специфических физических ограничений, зависящих от локализации опухоли и проведенной хирургической операции С одной стороны, даже самые узконаправленные упражнения повышают физическую активность, с другой – общая физическая подготовка способствует выполнению специфических упражнений правильным образом и в нужном объеме. Но, как видно, ее польза далеко не ограничена только этими эффектами. Ну а в условиях пандемии COVID-19 возможность поддерживать физическую активность существенно сократилась, что не может не сказываться на онкологических больных, особенно тех, участие которых в групповых и здоровительных программах плохо сочетается с требованием по самоизоляции. Такое положение дел требует особых мотивационных и организационных усилий для продолжения, возможно, более активного образа жизни. Вот в частности, все более широкое употребление входит в использование смартфонов для того, чтобы для дистанционного мониторинга и консультирования людей, ну, скажем так, после или во время онкологического лечения. Разрабатываются специальные программы для смартфонов, помогающие стимулировать и контролировать физическую активность экологических больных. То есть больной вводит свои данные по физической активности, которые он может с помощью таблиц по медчаса в неделю, монтированных в ту же самую программу, определить, да, получать рекомендации, потом записывает свои успехи или неуспехи, получает поощрение или не поощрение. Да, сейчас поощрение, которое можно получить по смартфону, может быть, даже играет более сильно мотивирующую роль, чем только те поощрения, которые можно получить просто устно. Ну и в заключение надо отметить еще один момент, да, считается, что программа вакцинации должна существенно улучшить состояние дел, как в плане вообще заболеваемости ковидом, так и условий лечения раковых больных при эпидемии ковид-19. Вот как сейчас выглядят уровни вакцинации с начала года по марс 30-го в разных странах, но впереди всех идет Израиль, да, там уже 100% вакцинированы, дальше Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Объединенные Королевцы к ним подбираются, Ну а вот Россия, она пока вот там, где обведена красным квадратом, ну не хуже, чем в среднем по миру. Но известно, что физическая активность, кроме всего прочего, еще и получает результаты вакцинирования в качестве одевантного средства. Ну и на этом я, значит, заканчиваю. Благодарю за внимание. Надеюсь, что сказанное послужит для оргвыгодов.